здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева многие меня спрашивают когда выйдет 2 серия по расшифровке день дурака да выйдет вслед вот просто сейчас очень занята была подготовкой к экскурсиям но я человек ответственный поэтому приоритеты так были расставлены надо было найти и сформулировать очень много новой информации я такой рудокоп я выискиваю эти крупицы в огромных толстых книгах которые надо тоже просканировать на все это нужно время поэтому вот так не получается скажем так быстро и как горячие блинчики выпускать эти фильмы и сейчас я не по чародеям сделаю фильм не по дню дурака а в памяти владимира вольфовича жириновского он умер не так давно неординарный человек политик кому-то он нравился кому-то категорически не нравился я скажу свои впечатления нет ни оценки а субъективные впечатления по моему мнению владимир вольфович подходит под карту шута опять-таки нет джокера а шута дурака в сильном проявлении карта дурака это не то что дундук тупой а человек который идет по жизни не оглядываясь на препятствия как в чародеях вижу цель не вижу препятствий и это один из лозунгов фильма чародея кстати так что как ни крути уход владимира вольфовича в этот период момент который решается судьба наших народов а может быть всей планеты всего мира не случайно рассказывать биографии жириновского я не буду все это есть в интернете был ли он пророком ну как многие его называют нет не был почему многое сбывалось из его речей потому что озвучивал планы для этого и был поставлен и было дано роскошное житье убытью и самому себе и семейному клану любил ли россию ну а кто же это может сказать наверняка роль любящего россию играл хорошо возможно сам поверил и проникся и действительно слишком стал ратовать за русский народ и россию с трибун через чур может поэтому и был убран некой тяжелой болезнью потому что стал настолько вошел в эту роль и стал настолько защищать русский народ и россию что в общем то может быть даже стал в какой-то степени опасен вот такие у меня ощущения такое в мое субъективное мнение а до этого он был здоров ну тогда у нас привет жижи гинсбурга голиковой поповой это лучшая реклама это смерть жириновского восемь раз уколотого если это действительно так что гинсбург попова голикова должны нести ответственность за эту тяжелую болезнь и преждевременную смерть владимира вольфовича от жижи неужели опять все им сойдет с рук ситуация очень серьезные сложные мы видим что идет подковерная большая борьба многоуровневая борьба и однозначных ответов на нее просто нет хотели люди хотят именно простой ясности а два дважды 2 4 или 5 хоть что-нибудь либо 5 либо 4 либо 6 хоть что-нибудь но от 2 и дважды 2 вот в один прием такого не будет не ждите что вам кто-то сейчас все по полочкам разложит в алгоритм в одну линейку и все будет ясно и понятно нет сложная ситуация сложно мы идем по лезвию бритвы жириновский в 90-е годы был таким флюгером подражал он дучи но кто давно живет тот это помнит те кто молодые люди видят уже другого жириновского это уже другой этап а мы его застали еще в самом скажем так его политическом развитии карьеры и мы уже были в зрелом но в таком в нормальном взрослом возрасте 30-летнем возрасте когда все уже помнишь и многое чего уже понимаешь он подражал дучи это внешне выражение лица дучи итальянский фашистский диктатор наряду с гитлером был жириновский взял его типаж ну не сам он наверное взял хотя у него в лице в чертах лица безусловно много схожести есть на это обращали внимание конечно же это все имиджмейкеры это модели поведения внешние жесты выпячивание нижней губы откидывание головы а постоянно трогал нос как и он когда выступал на публике копировал почти один в один поведение дучи это все сразу считали зрители телевизоров так как компьютеров интернета тогда еще не было в этом нет ничего удивительного жириновский такой же проект как любая звезда эстрады или голливуда или звезда политик или олигарх это проекты и готовит имиджмейкера толпа клюют и боготворит особенно если человек сам харизмой обладает ну таких именно и подбирают но это на короткий срок а потом та же толпа она распнет и не подумает дучи например повесили вниз головой как в картах таро карта повешенного именно вниз головой а жириновского любили многие и совершенно искренне любили впоследствии он становится самим собой владимир вольфович но как бы самим собой мужа не нужно отыгрывать потому что он уже набрал популярность его уже знают это личность это имя которое работает на него самого многие отработанные заочные жесты так и остались это выпечивание нижней губы и постоянно трогать нос актерский дар безусловно есть и талант как и актерское тщеславие без этого публичных людей нет конечно жириновский был тщеславным человеком но в этом опять-таки нет ничего плохого любой публичный человек он должен обладать тщеславием иначе он просто ничего не сделает если он слишком скромный как говорили у нас в 90-е годы в шоу-бизнесе что скромность это быстрый путь к забвению но скромность раньше украшала человека а для эстрадных людей публичных скромным вот совсем скромным быть нельзя надо уметь преодолевать свой страх уметь публично выступать и конечно за всем этим стоит большая большая работа кстати у него были прекрасно подобраны костюмы галстуки на это тоже многие обращали внимание он этим привлекал к себе внимание это тоже был один из пунктов его работы из имиджмейкеров это все все работало на имидж владимира вольфовича владимир вольфович это было досадно многим кто за него голосовал в 1996 году отдал неожиданно для лектората свои голоса ельцину как и генерал лебедь поэтому ельцин и прошел во второй тур иначе бы он вообще никогда никуда не не прошел и никуда бы не попал вот это когда было голосуй или проиграешь это был бренд вот когда ельцин пьяный танцевал на эстраде есть это видео везде но крутится показывать не могу иначе youtube не забанит как авторское видео поэтому ничего из этих съемок показывать ну конкретно здесь нельзя youtube лютует очень сильно пока это у нас на сегодняшний момент одна из самых удобных площадок остается надо дать ему должное вот тогда в 90 90 годы он ассоциировался криминальным капиталом и находился в его окружении или приближаться к нему было вот тогда в артистической среде небезопасно так это ощущалось и у меня есть свой случай 95 года я вам сейчас о нем расскажу кремлевский дворец съездов 15 февраля 95 года день вывода советских войск из афганистана и тогда проходили ежегодные концерты кремлевском дворце или в лужниках или еще где-то или в концертном зале россии вот как правило на трех этих точках и меня режиссер знал меня и мне постоянно регулярно приглашал на эти концерты в зале тогда были представители того периода власти много военных был было был конечно министр обороны грачев был русской был много военных генералов и и жены политики жеными после концерта был банкет зрители располагались на банкете в актовом зале перед зрительским залом а артисты на балконе был такой балкон и артистам там нам столы с яствами приготовили тогда еще там любые был любые они там за другим столом сидели а у нас свой был своя тусовочка и так мы могли сверху наблюдать за банкетом генералов и политиков был там и жириновский очень популярный и неоднозначный когда все выпили закусили стали разговаривать друг другом говорить микрофон какие-то речи которые никто не слушал стоял общий шум уже жующие застольные толпы тогда уже шла первая чеченская кампания 94 96 год она закончился от 95 год был какой-то офицер афганец десантник весь в наградах подошел к микрофону стал говорить о том сколько погибло в афганистане сколько гибнет ребят в чечне что надо беречь мир но его никто не слушал совершенно не это врезалась память тем что тому кто там был это было совершенно фиолетово так ощущалось со стороны вот с балкона он говорил сам для себя там подошло несколько человек его слушала человека три-четыре а весь этот банкет они там ели пили разговаривали громко ну как обычно фуршет такой там был вот этот банкет гудела характерно в самом разгаре я вижу жириновского с его помощниками у меня с собой был фотоаппарат мыльница кодек думаю пойду сфотографируюсь когда еще выдастся такая возможность говорю своим иду на меня наши артисты стали шикать ты что ты что жириновским фотографироваться не боишься нет говорю интересно даже и пошла подхожу он стоял спиной высокие что-то брал со стола ел какой-то бутерброд ремка у него была в руке но стаканчик меня его помощник хотел оттеснить но владимир вольфович в этот момент повернулся лицо было раскрасневшимся только что речь говорил улыбался а мне хотелось посмотреть ему в глаза в глазах многое можно увидеть и понять посмотрела ему в глаза и за этой маской вот такой бравады увидела уставшего человека или душу не знаю не стыковалась внешний вид вот то да его роль его активность речистость напористость хамство и выражение в глазах тот момент не стыковались может быть это просто день такой выдался может еще что-то но там внутри усталость была от игры так мне увиделось тогда считалось информационного поля я спросила вот ваш помощник отодвигает меня а я хочу с вами сфотографироваться он говорит а мы сейчас этого помощника отодвинем ты чего тут мешаешься возьми лучше фотоаппарат и сфотографируй нас но тот заулыбался услужливо взял мой кодек и сфотографировал нас я был поблагодарил владимир вольфовича вернулась что-то ему там даже сказала вернулась к нашим артистам они стали расспрашивать ну как ну как кто-то тоже побежал фотографироваться с ним раз со мной ничего не произошло никакого скандала казуса ну и у них все обошлось и это фото с того самого банкета и еще был один случай спустя лет пять пригласил меня один журналист на тусовку светский лев было такое мероприятие шоу программы снимали развлекательные программы ну тогда вообще было телевидение очень мусорные чего там только не было запад запад весь все это современное хотел мне помочь этот журналист проводилась съемки концерт передачи в казино кажется золотой пегас или золотой колос я не помню казино ночной клуб одним словом где-то там за вокзалом за белорусским вокзалом за улицей правды кстати разберем по ходу слова казино вот нам пишут происходит от итальянского казино домик уменьшенная от хаза дом далее от хаза хижина лачуга далее из неустановленной формы сравнивают с проиндоевропейским кат хижина сарай загородка с проиндоевропейским кат навес хижина сарай русское казино заимствовано через французское казино каза хаза лачуга от индоевропейского да что не сказать просто от малорусского старорусского южного наречия хата но это же явно но хата хаос хата это же это слово занесло в европу вернулась к нам видоизмененная так вот как изменились времена сейчас и картинок тоже нет в интернете почти вот искала сейчас картинки думаю может быть всех казино что-то найду а ведь вся москва была забита этими казино крутили воротилы деньги причем деньги эти были дармовые да вот они с неба им падали и они чего только не вытворялись этими деньгами как они только с ума не сходили от этих денег народ голодал умирал разрушалась вся и экономика они кутили но вот это был этот разврат этот жуткий и выживали конечно артисты с конечно они старались где-то как-то пристроиться вот туда вот вот попасть в эти круги потому что только там и были деньги только тому можно было чего-то как-то заработать на жизнь так вот в тех далеких нулевых собралась тусня того времени все те кто в телевизоре одним словом и действительно там были и талантливые люди ну да не вопрос были талантливые мастера и артисты но и всякая шушера как водится содержанки и содержанты были как заслуженные артисты ссср еще режиссеры были был там кобзон говорохин бисер киров болгарский певец был музыкант-гитарист виктор зенчук были на тот момент популярные ансамбли юмористы разные кино артисты но короче звезды того времени любовь палищук не запомнилась очень красивая была был там и владимир вольфович из политиков кстати он один там был к сожалению не дали мне пронести мой фотик обыскали прям по серьезному а жаль эпоха такое однако я бы для истории запечатлила посадил меня этот журналист за столик ну чтобы я там может быть с кем-то познакомилась вообще с кобзоном надо было познакомиться да и я там с ним познакомилась реально с кобзоном там тоже отдельная история а сам это журналист побежал работать он мне говорит хотела кобзона вот тебе уцел все садись ты подходи периодически бегал подходила что подошла подошла сказала, говорю, нет, я боюсь есть, я стесняюсь. Нет, говорит, иди и давай, давай, смелее. Потому что он был занят работой. Ему надо было их фотографировать для газеты. Этих знаменитостей. Ну вот, а я наблюдала прям как героиня романа театра. Вот прям заворожила меня эта обстановка. Героиня театра Саммерсета Моэма Джулия Ламберт. Вот это театр был, я вам скажу. Все эти знаменитости, я была вообще в шоке. Все эти знаменитости ходили не поворачивая головы, но косили глазами. Где журналисты, снимают ли их? Ревновали, если кого снимают больше. Я поймала себя на мысли, что они все как куклы восковые. Даже как будто они мертвые. Вот не живые люди. Мертвые лица от грима, желтые. Свет такой еще падает. Жизни в глазах нет. И лишь два человека выделялись жизнью, вот жизненной энергией, жизненной силой на фоне всей этой тусовки. Это Зинчук и Жириновский. Вот они реально там были живые, естественные. Вот такие мои впечатления остались от того вечера. Да, еще прекрасно выступила, спела Ирина Понаровская. Запомнилась мне одна из всего концерта. Так вот, что произошло? Они, все эти люди, светились на экране, не сходили с полос газет, выступали на всех правительственных концертах. И вот прошло время. Многих уже нет на земле, а те, кто есть, Бог знает, как существуют. Никому же особо неинтересны. Все мишура, все фальшивые декорации, прям Сомерсет Маэм, классический. Цитата. Джулия протянула руку к большому залу. Там притушили огни, и с ее места он еще больше напоминал подмозги, где разыгрывалось представление. Весь мир театр, в нем женщины, мужчины, все актеры. Но то, что я вижу через эту арку, всего-навсего иллюзия. Лишь мы, артисты, реально в этом мире. Вот что я скажу Роджеру. Все люди – наше сырье. Мы вносим смысл в их существование. Мы берем их глупые, мелкие чувства и преобразуем их в произведения искусства. Мы создаем из них красоту, их жизненное назначение, быть зрителями, которые нужны нам для самовыражения. Но это Маэм. Артисты светских полукриминальных нулевых такие же тени в театре жизни. Ну, наверное, впрочем, как и всем мы. И решила я сделать этот рассказ в память о Владимире Вольфовиче, отдельным роликом о разбор фильма «Чародея» отдельно. Так что вторая серия «День дурака» по расшифровке фильма «Чародея» в следующем пойдет. Благодарю за внимание. С вами была Галина Конышева. Подписывайтесь на все мои каналы, телеграм-канал. Ссылки будут в описании. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...